Сегодня я отвечаю на вопрос Жилбек. Однажды моя дочь с зятем вернулись с отдыха. Я хотела спросить, как отдохнули? И сказала, how did you rest? Зять очень удивился, рассказал дочери, а она мне сказала, что я нарушила территорию. До сих пор не знаю, что и почему, и как надо было правильно. Жилбек, ничего страшного вы не сказали. А ваша дочь могла бы вам объяснить, что этот дословный перевод с русского и английский глагол to rest – отдыхать – означает совсем другой отдых. Но улыбнулись бы все втроем, а вы бы навсегда запомнили, как правильно сказать по-английски, как отдохнули, и какой английский глагол использовать. Вполне естественно, что когда вы учите английский язык и еще не разбираетесь в тонкостях грамматики английского языка, переводите на английский дословно с русского, подставляя английские глаголы с похожим переводом из словаря. Подобные ошибки нередки. И вы в этом не одиноки. How did you rest? Как почивали, как спалось, как отдыхали? Спрашивает гостей заботливая хозяйка. How did you rest? То же самое, как did you sleep well? Did you rest well? Хорошо спалось? Как вы спались? А вернувшихся из отпуска мы спросим. Did you have a good vacation? Как отдохнули? То есть у вас был хороший отпуск? Did you have a good vacation? Или how was your vacation? Как был? Как прошел ваш отпуск? How was your vacation? Did you have a good time? Вы хорошо провели время? Did you have a good time? Английский глагол to rest означает спать, отдыхать, сделать привал, передышку. You need to rest. Вам необходимо отдыхать. Говорят больному, предписывая постельный режим. Let me rest a minute. Говорит запыхавшийся танцор. Shh, be quiet. Grandma is resting. Тихо бабушка отдыхает. Скажете вы расшумевшимся малышам. А отдыхать в смысле проводить время будет совсем иначе по-английски. Здесь используются другие английские глаголы. Поехать отдохнуть. To go on vacation. То есть поехать в отпуск. А когда вернетесь и вас спросят Did you have a good time? Как отдохнули? То есть хорошо провели время? Did you have a good time? Ответьте We had a wonderful time. Мы замечательно отдохнули. Отлично провели время. Чего я вам и желаю. А если хотите выучить английский для свободного и достойного общения в путешествиях, я приглашаю вас на тренинг разговорного английского для путешествий. Travel the world with English. Путешествуй и говори по-английски. В тренинге три уровня. Начальный, средний и продвинутый. Так что каждый из вас здесь найдет массу полезного. Пройдите по ссылке и получите от меня три урока бесплатно. Это мой вам подарок. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Продолжение следует... Продолжение следует...